Живем на угле, но платим за него втридорога. Это самая распространенная фраза об угле у жителей Караганды. Жители других областей не могут понять, почему в угольном краю не хватает угля. Насколько в том году подорожало топливо и почему карагандинские шахты не продают уголь населению в сюжете Людмилы Батюшкиной. Сейчас самое время запасаться углем на зиму, но жители частного сектора Караганды тянут. Причина в том, что покупка с каждым годом все дороже. Больше всего карагандинцы ценят уголь рапид. Он стоит уже 20 тысяч тенге за тонну. И это без стоимости доставки. В прошлом году был 17 тысяч. Алмаз Успанов говорит, что даже имея собственный грузовик, ему уголь на зиму обойдется в 200 тысяч тенге. В Шубаркульске вот сколько он стоит? 13 500 рядовой, 14 тысяч, а орешки. И в Кузнецке по 11 200 отпускают в городе. Его не дают тоже население. Свои заявки только принимают. Все дорого. Будем брать, что делать, куда деваться. Сейчас один рапид только население отпускает. И Шубаркульский, Кузнецкий. Раньше давали много. Карьерный уголь давали. И ЦОВ давал. Все давали. Мало угля. В основном только рапид выручает. В очереди стоим 10-7 дней за хорошим углем. В Караганде запасов угля на 100 лет вперед. Он у нас под ногами добывает его 10 шахт. И весь Казахстан уверен, что у карагандинцев проблем с углем точно нет. Но на самом деле 9 из этих шахт уголь населению не продают, а десятая покрывает лишь 2% потребности. На шахте рапид той самой единственной подорожане объясняют тем, что сейчас им приходится уголь тащить под землей по выработкам за 5 километров. Сейчас его добывают под 22 шахтой, почему-то закрытой и засыпанной в 98 году. Если бы та шахта работала, транспортировать уголь пришлось бы всего 350 метров. Выросли цены и на оборудование, а оно все импортное. Например, цена горнопроходящего комбайна ГПКС с 2018 по 2022 год повысилась на 50%. На 6% повысилась цена электроэнергии. На 40% фонд заработной платы по отношению к первому полугодию прошлого года. Цена угля выросла на 17%. Уголь для населения по 20 тысяч мы продаем практически по себестоимости. Зарабатываете на промпредприятиях? Зарабатываем мы, да, на промпредприятиях и на других корпоративных клиентах. Для них? Для них цена 25 тысяч. Мы, к сожалению, очень маленькое предприятие. Наш контракт с правительством Республики Казахстан называется разведка с последующей добычей ранее списанных потерь запасов. Мы просто как червячок по грызку яблока ходим то, что не смогли добыть отцы и деды в 30-х, 50-х годах прошлого века. Хотелось бы, чтобы к Рапидо подключились и другие шахты Карагандинского угольного бассейна, которые добывают все те же пласты, разрабатывают К-10 и К-12. Там точно такой же уголь, который добываем мы. 8 шахт Карагандинской области принадлежат Арселор Митталтимиртау, но там уверяют, что их уголь для населения не подходит. Весь он идет на собственные нужды для металлургического комбината. Но ведь пласты те же самые, что у Рапидо, поэтому вопросы остаются. В итоге карагандинцам остается покупать только уголь с открытых карьеров. Везут издалека. Самый дешевый – 10 тысяч 500 за тонну. Цена Шубаркольского не изменилась – 11 500. На тупиках уверяют, что очередей пока нет, правда, иногда поставки задерживаются. В октябре здесь будет Аврал. А мы все еще ждем комментарии от Арселор Митталтимиртау и Акимата.